Добрый день, уважаемые участники. Я думаю, что звук так будет лучше, да? Добрый день еще раз, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Мы искренне приветствуем и очных, и заочных участников встречи, посвященной одной из ключевых публикаций прошлого года и публикаций, которые становятся все более и более популярной среди запросов наших читателей в этом году. Мы уже говорили о публикации «Финансовые правовые аспекты развития предпринимательской деятельности в России» в рамках симпозиума, который проводила Мария Александровна. И встреча была действительно очень популярной и приняла огромное внимание. разговор получился живым и активным, и библиотека решила продолжить обсуждение вопросов, возникших в рамках публикации, в рамках тех тем, которые обсуждаются в этой мочевнике, в этой монографии. Поэтому сегодня мы решили дать возможность Лане Розумановой поговорить о одном из разделе публикаций и поговорить более подробно о тех вопросах, которые возникли в процессе организации работы, в процессе подготовки публикаций. Мы очень рады тому, что сегодня отозвались на это приглашение и авторский коллектив, и коллеги, и студенты. Нам очень хочется понять, что же привлекает и что должно быть в современной публикации, в современном учебнике, посвященном теме, очень актуальным темам настоящего времени. Мы надеемся, что мы можем быть полезными в процессе выработки стратегии публикационной деятельности, создания тех пособий, тех учебников, тех монографий, которые в ближайшее будущее, а может быть и не только в ближайшее будущее, определять стратегии, связанные с созданием печатных текстов, электронных текстов, которые пойдут в образовательный процесс. Лана Львовна, вам слово. Я думаю, что как человек, очень болеющий за свое дело, вы сможете нам рассказать так, чтобы прочитали, посмотрели, обратились к этой публикации как можно больше количества заинтересованных лиц. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Я буквально пару слов скажу вводных. Уважаемые коллеги, которые сейчас подключились к нам в Zoom, и те, кто будет уже трансляцию смотреть в записи. Уважаемые наши студенты, кстати, студенты моей группы на сегодняшний день. Спасибо, коллеги присутствующие здесь. Мы сегодня собрались, потому что симпозиум, который прошел 21 апреля под руководством Марии Александры Егоровой, президента этого симпозиума, он уже ежегодный. Мы первый раз поучаствовали в этом симпозиуме. Я имею в виду, когда говорю мы, это представители финансово-правовой науки. И темы, которые нам предлагались, это на стыке финансово-право и предпринимательского права. Сейчас очень такой подход, комплексное изучение, дисциплинарный подход, он, можно сказать, в тренде. И нам очень было приятно в этом поучаствовать и непосредственно выступить на площадке, опубликовать свои исследования, ну и сегодня познакомить, чем они привлекательно и интересны для студентов, аспирантов и для представителей науки, ну и, возможно, даже практиков. Но прежде чем начать дискуссию непосредственно по публикации, я бы хотела представить Марию Александровну Егорову, которая с нами сегодня здесь, и дать ей слово, даже задать ей вопрос. А как родилась вообще идея симпозиума? Потому что мы на самом деле видим вашу активность, периодически мероприятия, конференции, симпозиум. Не буду скрывать, что для представителей науки вообще участие в симпозиумах – это важно. Для даже некоторых членов 10-леток участие в них такое является обязательным. И поэтому то, как она была организована, если честно, на очень высоком уровне. Объективно это так, это оценили и мы, те, кто участвовали, и те, кто были в Зуме. И мы, вот буквально наша площадка, по-моему, ушла в 8 вечера. Так активно мы общались в течение этих нескольких часов. Поэтому как возникла идея симпозиума и почему именно на стыке такого междисциплинарного характера? Спасибо, Илана Львовна. Идея нашего симпозиума была связана с тем, что в 2016 году, 5 лет назад, в издательстве «Юсисинформ» при поддержке Московского оригинального отделения Ассоциации юристов России, мы учредили международный научно-фактический журнал, журнал предпринимательского и корпоративного права. И в этом году журналу исполнилось 5 лет. И мы решили провести такой небольшой, на счет юбилей журнала в рамках научного мероприятия именно симпозиума. Поэтому симпозиум также, и мы назвали его так же, как наш журнал, и симпозиум предпринимательского и корпоративного права. Но действительно, поскольку сейчас основным трендом в современной науке является развитие междисциплинарного подхода, нами было принято решение совместно с комитетом нашего симпозиума в Московском оригинальном отделении Ассоциации юристов России провести симпозиум и обсудить в рамках этого мероприятия проблемы не только предпринимательского и корпоративного права, но и проблемы финансового, банковского права и иных актуальных исследований междисциплинарного характера. И, безусловно, мне приятно отметить всегда постоянно активность кафедры финансового права нашего университета. Наш университет, безусловно, является одним из лидеров в области развития научной деятельности, не только образовательного процесса, но и научной деятельности. И наши коллеги в рамках симпозиума имели возможность ознакомиться с опытом наших зарубежных партнеров, которые были предвышены на мероприятие, в рамках работы пленарного заседания. Это были коллеги из Италии, Испании, Индии, Соединенных Штатов Америки. И действительно, научная дискуссия получилась интересной, актуальной. Мы в рамках Московского регионального отделения и при поддержке нашего университета, университета Дня Легеновича Патафина, конечно, будем проводить подобные мероприятия на самые актуальные темы междисциплинарного характера. И, конечно, будем всегда рады видеть коллег, которые занимаются проблемами финансового права на наших научных площадках. Я, конечно, хотела бы выразить благодарность руководству нашего университета за поддержку в организации нашего мероприятия, лично ректору нашего университета, Виктор Ильичу Блажеву, и проректору по научной работе Владимира Павловича Ченюкова. Насколько во многом наша хорошая организация мероприятия 21 апреля была связана с поддержкой нашего университета. Спасибо большое, Мария Александровна. Мы, правда, оценили эту поддержку, мы ее увидели. Организация была, я честно говорю, это было на очень высоком уровне сделано, и представительство было очень разносторонне. Это были представители и Индии, которых я слышала, и США, и других стран. То есть это вот такой по-настоящему симпозиум, где представители, во-первых, разных наук, и в том числе разных стран могли высказаться. И если теперь мы переходим к нашей площадке, и я здесь буду ждать от вас, особенно от тех, кто присутствует непосредственно на нашем круглом столе, огромное количество вопросов. Мария Александровна, мы знаем, что вы с нами не очень надолго, но если что, да, максимально мы будем вас держать. Поэтому сразу скажу, в рамках симпозиума у нас были очень сжатые сроки по подготовке работ. Это правда. Но я хочу здесь выразить огромную признательность своим коллегам, которые поучаствуют. Мне достаточно было написать там, вы будете, а они да. То есть слово нет, не субботник. Вот Светлана Миронова как раз мне подмахивает. Да, это так и было. Поэтому ночи пишу, и мне сразу отзываются, что да, мы готовы. То есть это вообще с полной с такой финансовой правовой науки у представителей. Это я сейчас студентам немножко нашим рассказываю, что у нас всегда, если кто-то о чем-то просит, всегда отзываются. И здесь нет вопросов, может быть, не стоит и так далее. Мы хотим вам рассказать немножко о том, как мы писали эту работу. У нас даже есть презентация, мы ее сейчас постараемся запустить. И сразу оговорюсь, не все те, кто участвовал в работе, в написании этой работы непосредственно на дискуссионной площадке, они сегодня с нами, но ввиду того, что некоторые очень заняты по своей работе и не могли совместить эту процедуру. Хотела бы слово предоставить своей коллеге вот с таким очень названием сложным, я имею в виду исследование, налог на цифровые услуги, опыт государств ЕС и перспективы ведения России. Мне уже после этого названия как-то страшно становится, о чем же человек писал. И Карина Александровна Пономарева, я сейчас озвучу ее в серии Гарри, доцент кафедры государственного муниципального права Омского государственного университета Достоевского, член комиссии по финансовому законодательству Ассоциации юристов, кандидат юридических наук, доцент. Но что бы я хотела сказать, прежде чем Карина Александровна будет переходить к своему выступлению, а вообще, Карина Александровна, а почему вы пришли в это направление, в налог на цифровые услуги, и почему вы так активно занимаетесь зарубежным, изучением зарубежного опыта, с чем это связано? Наверное, очень важно понять путь каждого начинающего и уже в будущем вырастающего, представителя науки, а как он сюда пришел, почему именно на эту тематику он увлекся. Поэтому, если можно, сразу в своей презентации об этом тоже сказать. Хорошо? Мы вам перейдем в слово. А презентацию запускаете вы? Нет, вы со своего экрана можете запустить. А можно мы запустим? Мы, если у нас есть эта презентация, можем запустить. Да, мы ее... Я пока сделаю вот такую небольшую подводку. Да, я сейчас перекину презентацию. Она мне на почту. Да, мы слушаем вас. Да, небольшая подводка к моему выступлению, которая, может быть, будет интересна студентам, которые хотят заниматься сравнительно правовыми исследованиями. А я думаю, что таких достаточно много. Я хочу сказать, кстати, в первую очередь огромную благодарность университету имени Кутафина, поскольку это такая моя вторая альма-матер, где я имела честь защищать и кандидатскую, и докторскую диссертации. И университет Кутафина оказал огромное влияние на мое становление как представителя финансово-правовой науки, за что я очень благодарна еще раз хочу сказать. Вот, мой путь именно к европейскому налоговому праву достаточно долгий, и имели место и научные стажировки, например, в Институте налогового права публичных финансов Института Макса Планка. И, конечно, сравнительно правовые исследования необходимо делать в первую очередь в процессах стажировок и обмена опытом с иностранными коллегами. Конечно, последние пару лет это становится делать, с одной стороны труднее, потому что все наши конференции и мероприятия проходят в Zoom, и, конечно, это определенным образом сказывается в негативном плане. Но, с другой стороны, сейчас очень много литературы и образовательных платформ доступно, конечно, в электронном виде, и в силу пандемии как раз цифровые услуги стали гораздо проще и доступнее для нас. Поэтому, если вы хорошо владеете иностранными языками, если вам интересно сравнительное правоведение, то я вам хочу сказать, что это очень продуктивная такая сфера, очень много неисследованного, тем более, если вы хотите сравнивать зарубежные юрисдикции с Россией, здесь масса направлений, и если кому-то это интересно, то держайте, у вас обязательно все получится. Можно переходить уже к презентации? Буквально минуту, да. Давайте я запущу со своего тогда экрана. Так, запустите, пожалуйста. Отлично, мы видим. Так, сейчас я нажму F5. Отлично. Меня очень порадовало название нашей подсекции и название, конечно, самой монографии целиком, поскольку здесь в названии монографии у нас заявлено в России и за рубежом, и нашу секцию мы назвали «Предпринимательская деятельность в России и Европейском Союзе», и, конечно же, мне с этого момента сразу стало безумно интересно в ней поучаствовать. И поскольку последние пару лет так сложилось, что я занимаюсь как раз исследованиями именно в сфере цифровизации, пару лет назад IBFD, международная организация, которая является таким хедлайнером научных исследований в сфере налогового права со штаб-квартиры в Амстердаме, проводила очень большую конференцию, посвященную цифровым налогам. Тогда это все еще только зарождалось, были выдвинуты первые предложения международных организаций, и вот с тех пор эта тема так меня захватила, что я продолжила эти исследования. Моя тема называется, как озвучила Лана Львовна, «Налог на цифровые услуги». И если вам интересно, вы можете ознакомиться с некоторыми моими публикациями, например, в журнале «Налоговед» на эту тему последних пару лет. Что такое налоги на цифровые услуги и для чего они нужны? Цифровизация в последние годы усиливает риски, которые обусловлены, конечно, в первую очередь борьбой с налоговыми злоупотреблениями. И на международном уровне в 2013 году был принят целый большой план, направленный на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом прибыли, более известный как план БЕПС. И в рамках него существует 15 направлений, 15 действий, которые посвящены тем или иным направлениям. И первое действие, так получилось, что посвящено как раз проблемам в сфере цифровой экономики. Первый такой отчет по первому действию плана БЕПС был издан в 2015 году. И с тех пор это направление очень активно развивается. Развитие цифровой экономики, конечно, заставляет нас пересматривать существующие правила, которые были созданы еще в 1920-е годы и принимались на заседании легенации. То есть, представляете, как бы современные все процессы, конечно, необходимо трансформировать под реалии цифровой экономики. Например, размываются границы между товаром и услугой. Когда вы покупаете, например, в интернете фильм или музыку, по сути, с одной стороны, это товар, потому что вы загружаете его, к примеру, к себе на компьютер, или можете неограниченное число раз заходить там по ссылке и пользоваться им. С другой стороны, это услуга, потому что фильм, музыка, произведение искусства – это, по сути дела, оказание развлекательных услуг. И здесь вы до конца уже не можете отделить эти традиционные для нас понятия. Так вот, об этом я уже сказала, что особенно сложно облагать налогами то, что получается в результате трансграничной деятельности. Поэтому международные организации решили разрабатывать новые правила. В 2018 году Европейская комиссия предложила трансформировать эти правила и вводить налоги с местной выручки IT-гигантов. Ну, например, Google, Amazon, Facebook – все это цифровые компании, которые имеют представительство в массе юрисдикции, но понятно, что головная, допустим, компания находится в США, в Купертино, допустим, как у Apple. И есть там Apple Ирландия, Apple Люксембург, Apple Нидерланды. Все эти компании, они являются представительствами компании Apple, допустим, в юрисдикциях ЕС, и они каким-то образом формируют свою прибыль. Было очень громкое дело Apple, поскольку его европейская штаб-квартира находилась в Ирландии, которая известна как самая, так скажем, низконалоговая юрисдикция в Европейском Союзе. И компания, естественно, недоплачивала миллионы и миллионы долларов налогов, что повлекло за собой очень большое разбирательство в ЕС. Ну, как бы мы в силу нехватки времени на этом, конечно, заостряться не будем. Но в силу того, что с 2018 года все эти дискуссии продолжаются, и никакого финального решения пока не принято, некоторые страны начали вводить такие налоги в одностороннем порядке. Самым ярким примером явилась Франция, где в 2020 году ввели целый закон о налоге на цифровые услуги. Что же представляют из себя эти налоги, и почему опасно вводить односторонние меры? Односторонние меры всегда могут искажать какие-то тенденции. То есть Франция условно будет создавать такую напряженность, облагать американские компании этими налогами, в других государствах у них таких налогов не будет. И как бы выбор юрисдикции будет сопровождаться тем, что будут выбирать, как обычно, компании ту юрисдикцию, где будут наименьшие налоговые издержки. Почему в России важно, допустим, зачем мы любое сравнительное исследование делаем? Мы должны понять, зачем нам это в России. В России очень много конкурентных цифровых компаний. Тот же Яндекс, Вайлберис, Вамода, ВКонтакте. Эти все компании очень крупные. Ну, Яндекс, как бы, вы понимаете, что это уже так международная огромная компания, которая, кстати говоря, зарегистрирована в Нидерландах. И эти компании зачастую вынуждены, поскольку у них в России головные организации, они вынуждены платить в России все российские налоги. При этом, допустим, компания, которая работает в России из-за рубежа, она платит налоги по месту своего резидентства, например, в Соединенных Штатах Америки. Здесь же она не несет налоговой нагрузки, поскольку это резиденты иностранного государства. Поэтому наши компании вынуждены, например, платить страховые взносы, налог на прибыль, вынуждены облагать НДФЛ своих работников. А иностранные компании этого не делают. Поэтому получается, что, по сути, наши компании находятся в худшем положении, чем иностранные. Поэтому нам необходимо, собственно, как-то выравнивать это положение и будем наблюдать за тем, что предпримет наше правительство в принятии тех или иных мер. Но я уже, наверное, в силу нашего ограниченного времени буду закругляться. Я просто вам объясню, что такое цифровой налог буквально на одном слайде. То есть что такое цифровой налог? Это для тех компаний, которые занимаются либо посредническими услугами, либо продают какие-то онлайн-продукты, либо занимаются таргетированной рекламой. Ну, например, и Франции, вот какие компании облагаются этим налогом. И, например, Amazon, если он является посредником, да, это просто как бы маркетплейс, который продает от одного продавца через него, он продает это покупателю. Тогда Amazon является субъектом цифрового налога. А если Amazon просто является складом и сам продает свои какие-то товары, то в данном случае Amazon просто будет облагаться обычными налогами, там налогом на прибыль, НДС, поскольку здесь именно цифрового интерфейса и посреднической функции здесь у нас не будет. Таким образом, вот можно подвести такой итог, что те услуги, которые подпадают под такие налоги, они направлены на участие пользователей и представляют собой посредническую платформу, с помощью которой эта услуга оказывается. Ну, цифровые там детали вы можете там по всем этим, ну, в подробностях прочитать в монографии в моей статье. И можем тогда сказать, что для крупных компаний, безусловно, это должно иметь место, для каких-то более мелких, ну, по сути, они уже будут подстраиваться под те услуги, и нам необходимо нашим компаниям предоставить такой благоприятный налоговый режим, чтобы они продолжали деятельность в нашем государстве, и не было утечки хороших компаний и прибыли их за рубеж, а мы могли пополнять российский бюджет и таким образом улучшать благополучие российского государства. Вы можете, соответственно, изучать как раз тематику налогообложения, прибыли, доходов, эпоху цифровизации, сейчас очень много материалов на эту тему, и я желаю вам дальнейших успехов в вашей деятельности, и благодарю за внимание организаторов. Спасибо. Спасибо большое, Карина Александровна. А у меня, например, да, я хотела еще буквально рассказать о том, что Карина Александровна недавно присящая защитила Токтовскую диссертацию, мы ждем решения ВАКа, да, хлопай, аплодирует, да, участвовала, слушала, голосовала, поэтому, на самом деле, и проблематика, которую она там рассматривала, тоже была связана с налогообложениями в зарубежном, я не буду сейчас подробностно рассказать, вышла монография, много публикаций, скопусов, в Эпо-сайенс, да, ВАПовских и так далее. На самом деле, в самом начале вы сказали, что у меня есть несколько публикаций, но там уже не несколько, там больше, чем несколько публикаций, поэтому читайте, смотрите, особенно для тех, кто интересуется зарубежным опытом, ведь, ну, не все хорошо знают язык, да, могут перевести, не у всех есть доступ ко всем источникам, вот Калина Александровна из тех, у кого эта возможность есть, желание есть, знает языки, да, и поэтому она работает с первоисточниками, и это очень ценно, то есть тут мы, я помню, даже на диссертации возник вопрос, по-моему, да, как переводится то или иное слово правильное, и вот представители НГИМО рассуждали, так ли или иначе, и вот Калина Александровна обосновывала свою позицию по этому вопросу, обращайтесь, особенно это касается представителей нашей молодежи, да, которые интересуются наукой, и которые вот ищут себя, а вы, о чем бы написать, ну, и мне кажется, было бы очень полезно об этом написать, тем более, что сейчас вопросы налогообложения в цифровой сфере, у нас, кстати, один из спикеров, который выступал на заседании нашем, да, он тоже писал по схожей тематике, но сегодня не мог выступить, очень много вот обсуждается, пишут про игры, да, в праве, я имею в виду Николая Юрьевича Андреева, который с нами тоже участвовал, он много пишет об этой проблематике, как это регулируется, не регулируется, что с этим делать, какие маркетинги есть, да, как это налогооблагается, поэтому мы с вниманием будем дальше следить за вашей работой. И следующее у нас, по спуску, это я, да, презентацию можно запустить чуть-чуть заново, наверное? Можно со своего компьютера. Да, я как модератор, да, на правах модератора, Калине Александровне мы дали первую возможность выступить, потому что она немножко в другом часовом поясе, да, ей нужно еще все время, мы ее догоняем, она стоит раньше, чем мы, вот, и так как тема, вообще мероприятия симпозиума была посвящена предпринимательской, корпоративной деятельности, мы подумали, что надо обязательно поговорить о налогообложении предпринимательской сфере. Ну, и так получилось, что буквально сразу практически три стигера одновременно схожей тематики выбрали. Некоторые из них сегодня тоже на выступах чуть позже. И я давно уже интересуюсь проблемой самозанятых и налогообложения самозанятых, потому что эта структура меня, система это интересует с точки зрения того, как предлагать их своим клиентам. Много моих коллег, знакомых, друзей уходят в, ну, занимаются предпринимательской деятельностью, часто меня спрашивают, а как лучше зарегистрироваться. Вот есть такой платформа «Очень мой налог», ее скачиваешь на свой телефон, ну, и, собственно говоря, информируешь налогов органа о том, какие доходы ты получил, и в итоге плачешь небольшую сумму налога или все-таки уйти в ВП. Ну, я всегда говорю так, если вам нужно получать вычеты, если вы хотите, да, как-то развернуть свою деятельность, наверное, все-таки лучше уходить в ВП, потому что иначе вы не сможете получить тот же вычет, да, такая проблема существует. Если вы действительно ведете очень скромный маленький бизнес и просто хотите легализоваться, делать это легально, чтобы иметь какое-то подтверждение вашего дохода, преобращение там в банк, в какие-то структуры, да, ну, вообще в целом легализоваться, потому что даже на моей презентации, я так и написала, уплата налогов, это предоставляет привилегию. А у нас получается, да, ее запустили, нет? Сейчас скачивается. А, скачивается. Это правда, так ли? Вот буквально до нашего мероприятия у нас будет, мы из одного в другое переходим на мероприятие. Один из выступающих из Санкт-Петербургского вуза, она и сказала, что налогоплательщик, вообще-то по закону этой институции, он обязан платить налоги, да? Мне кажется, это привилегий, потому что, уплачивая налоги, мы получаем объединенные преференции. Во-первых, мы легализуемся, мы можем подтвердить источники своих доходов, к нам меньше претензий со стороны налоговых органов, да, нас меньше подозревают в каких-то незаконных действиях, потому что все равно понятно, что человек как-то живет, как-то существует, и откуда-то у него доход есть. Ну, если это только не помощь друга, да, который просто перечисляет деньги тебе раз в месяц. И, собственно, те цифровые платформы, которые сейчас внедряют активно федеральная налоговая служба, а мы можем, наверное, Карину Александровну попросить дальше запускать презентацию. Можно, да? Есть такая возможность у нас? Она уже покинула нас. Все, там вечер, так бывает. Вот, и в этой работе, да, мне показалось очень важным осветить, подсветить несколько моментов. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще самозанятость появилась у нас в 2019 году. Это некий пилотный, да, проект такой. Правда, пилот очень долго, в десятилетии, да, он будет до конца 2028-го должен просуществовать. И в рамках этого пилотного проекта предполагается понять, какое количество налогоплательщиков на территории нашей страны существует, запускайте, если можете, я вот вижу в чате, запускайте, мы только за. Такое количество налогоплательщиков на территории нашей страны существует, и что с ними будет дальше, это самый, мне кажется, интересный вопрос, после того, как они легализуются, да, потому что сейчас очень, ну, такая приятная ставка 4-6%, и, в принципе, и на этом все. А вот как дальше с ними поступит налоговый в орган, когда он их окончательно посчитает, и какую ставку он им применит, и какое налогообложение он предложит, это большой вопрос, потому что это пилот, и пока четкого понимания того, что, собственно говоря, будет он представлять, каковы его результаты, на сегодняшний день нет. Ну, первое, на что хотелось бы обратить внимание, да, можно следующие слайды. Лана Львовна, видно презентацию? Да, видно, спасибо большое. Ну, отлично, тогда говорить я буду листать. Следующий слайд, да, вот моя любимая фраза. Следующий, еще один следующий слайд. А, спасибо. Значит, какие проблемные моменты на сегодняшний день существуют? Очень низкий процент вовлеченности. Что бы мне ни говорили, рассказывали о том, что на территории Российской Федерации, по-моему, на март месяц уже 2 миллиона вовлеченных в этих системах, 2 миллиона для Российской Федерации, это ничего. С учетом того, что я рассказываю собственную позицию, с учетом того, что нужно понимать, что многие существуют в трудовых отношениях и параллельно ведут бизнес. Это так. Многих лично я знаю в лицо, да, тех, кто ведет бизнес, но не самозанятые, никак не урегулировал свои отношения с налоговой службой, при этом не состоит ни в каких трудовых отношениях. Поэтому, да, 2 миллиона в 2019 году, это прекрасно, но могло бы быть и лучше. Хотя у нас, с одной стороны, в 2020 был такой некий провальный момент, когда всем пришлось сидеть дома, но как раз люди тех профессий, которые больше всех уходят в самозанятость, они, мне кажется, имели возможность сходить по Москве, оформлять себе пропуск, принимать по-тихому на квартирах у себя, да, и оказывать свои услуги. Вторая проблема, с которой сталкивается и все еще введена эта процедура, это проблема дробления бизнеса. То есть, когда создаются организации, когда люди уходят в индивидуальное предпринимательство, но, по сути говоря, все это регулируется одной компанией. Да, просто учредители распределяют на собой риски, потому что это удобно раздробить бизнес, это с точки зрения налога обложения удобно, и количество проверок, ну и других моментов. И третье, это, наверное, использование налогообложения самозанятых в той ситуации, когда, по сути, люди находятся в трудовых отношениях, но с ними не оформляется трудовой договор, есть даже такое понятие, как аутсорсинг, но это не есть аутсорсинг, аутсорсинг – это когда ты принимаешь компанию, ты не платишь страховые, НДФЛ и так далее, у тебя нет никаких проблем с трудовыми коммерческими почечными, инспекциями, но у тебя есть, у тебя есть организация, которая может объявить претензии на определенный момент, где эти работники, почему они не выполняют свою неправую функцию. А здесь вы, по сути, состоите в трудовых отношениях с вашими сотрудниками, но, тем не менее, вовлекаете их в самозанятость. Для чего? Для того, чтобы они сами о себе позаботились, ну и сами оплачивали те налоги, которые, вести это время налогообложения. Можно следующий слайд? Пожалуйста. Да, вот очень важный момент мне представлять, это судебная практика, которая в 2020 году сложилась. Я очень коротко, я не буду рассказывать про эту судебную практику, можно ее посмотреть, вплоть до Верховного Суда она сложилась. Первая практика, это именно по тем, кто состоит в трудовых отношениях, да, уже выявлены эти случаи, причем основанием, там, в качестве однозначных оснований является факт появления на работе, то есть когда человек постоянно приходил в одно и то же место, да, и вот это послужило основанием для того, чтобы посчитать, что он является не самозанятым, а по сути состоит в трудовых отношениях. И далее, решением суда, его обязали оформить его как гражданину, который находится в трудовых отношениях, естественно, выбить все страховые взносы, которые необходимы, оформить приказ на него, внести изменение в трудовую соответствующую информацию. И второй момент, это также по дроблению бизнеса, тоже уже есть небольшая судебная практика, решение, можно тоже с ними ознакомиться, где коллеги, да, оспаривались с этим моментом и доказывались тот факт, что произошло дробление бизнеса, по сути говоря, это не все самозаняты. Можно следующий слайд, пожалуйста? И еще один следующий слайд. Да, вот что будет после того, как пилотный проект закончится. Еще один слайд. Мне кажется, это самая важная задача, да, которая стоит перед налоговой службой. Некоторые из них озвучивают ее так, что, ну, что может произойти в этой ситуации. Мы посчитаем количество налогоплательщиков, мы посмотрим, какими видами деятельности они занимаются. И можно еще один слайд, там у меня есть такая статистика, которую можно, да, посмотреть. вот на сегодняшний день, там, на 2019 год есть подборка. Я не сказала об этом, но оговорюсь для неосведомленной. 2019 год был первым годом, когда это вступило в пилот. И на территории четырех субъектов стали оформляться самозанятые. Это Москва, Московская область, да, республика Казахстан, Казань, извиняюсь, да, Катарстан, да, извиняюсь, и Калужская область. И вот самые лучшие показатели, так мне рассказывали те, кто сильно интересуется этой проблематикой на тот момент, были лучшие показатели Катарстана, как раз по количеству самозанятых, зарегистрировавшихся. Но из этого процентного соотношения я не буду перечислять, да, все проценты и все цифры, которые здесь указаны, можно посмотреть на сайт, только 50 процентов из зарегистрировавшихся, они да, информируют в том числе о тех видах деятельности, которые они осуществляют. То есть сама платформа мой налог, она не предполагает, не является обязательным элементом указания того вида дохода, который, ну, за счет которого ты получаешь этот доход, то и вид деятельности, за счет которого ты получаешь доход. Поэтому это налогоплательщика. Но с другой стороны, налоговый, очень интересно понять, откуда берутся эти доходы, то есть с какими видами деятельности занимаются налогоплательщики. Ну, и есть подборка, это очень самые такие простые работы, ремонтные работы, репетиторские, дизайны, да, оказание услуг всей красоты и так далее. То есть те виды услуг, которые, по сути говоря, оказываются и в рамках какой-то организации, можно параллельно самостоятельно тоже эти виды услуг оказывать. И, пожалуйста, следующий слайд. Да, выводы. Ну, наверное, да, пока очень преждевременно говорить о том, что нас ждет в перспективе, потому что 2020 год еще, ну, я надеюсь, не так быстро проведет время, да, еще, еще есть какой-то целых 7 лет впереди для того, чтобы сделать выводы, но налогоплательщикам, которые на сегодняшний день регистрируются в качестве самозанятых, надо подумать о своей дальнейшей судьбе, то есть что с ними будет дальше. Я так думаю, что вот прекратить в какой-то момент с одной стороны не самозанятых, конечно, могут, но это же добровольный характер, никто не обязывает вас существовать в этом статусе, вы можете появиться, потом уйти из этого статуса, но с другой стороны вы уже заявились, о вас уже знают, и в будущем, когда особенно цикрализация полным ходом пойдет по стране, и в регионы пойдет, то, скорее всего, уже будут присматриваться к тому, чем вы занимаетесь, и, собственно говоря, откуда у вас эти виды дохода. Ну, еще последний слайд, пожалуйста. Все, последний, да, и я перед тем, как передам слово своей коллеге, я хочу сказать, с точки зрения того, чем полезна данная проблематика, особенно для тех, кто начинает заниматься, да, пишет курсовые, диссертации, там, хочет поступить в эспирантуру, или просто занимается параллельно научной деятельностью и предполагает уйти в практику. Ну, во-первых, тема актуальна, да, она появилась сравнительно недавно, во-вторых, зарубежных аналогов очень мало, если вы посмотрите в зарубежную практику, то там самозанятость немножко по-другому, там помощь самозанятость, консультирование оказывают, чуть-чуть не предоставляют места для того, чтобы они осуществляли эту деятельность, но у нас всего этого, по сути говоря, не осуществляется, государство это не делает. Есть свобода выбора, есть свобода предпринимательской деятельности, делайте, что хотите, в рамках закона, но при этом оплачивайте налоги и пополняйте бюджет страны. Поэтому я знаю, что наши представители органов государственной власти много ездят по странам и рассказывают о том, как наша система самозанятых сейчас работает. Поэтому беритесь за эту тему, берите целых 10 лет, можно написать как минимум кандидатство до этого времени, если быстро в сроке написать, не затянуть этот процесс, и вы будете абсолютно в актуальном, в новизне, и я думаю, что вы проследите этап развития этого института, то есть у вас будет понимание того, с чего начиналось и примерно в каком направлении мы с вами идем. У меня на этом все. По моей проблематике я хочу слово предоставить следующему выступающему, там как раз следующий слайд у нас, Светлана Викторовна Рыбакова, профессор кафедра финансово-банковского таможенного права имени Нины Ивановича, ничего, ему часто они рассказывают, Нины Ивановича, это один из столков науки финансового права Саратовской бюджетной академии. Светлана Викторовна также является членом комиссии по финансовому законодательству ассоциации юристов России и доктор юристов наук, доцент, у него как раз тема, мне кажется, очень такая в актуальность и с точки зрения нашего симпозиума в соотношении финансового предпринимательского права. Передаю слово. Светлана Викторовна, мы вас не слышим. Да, добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемая Лана Львовна, приветствую всех студентов, очень интересное мероприятие, с удовольствием слушаю, и позвольте тогда как раз-таки обратиться к имени Нины Ивановны Химичевой, о которой сейчас сказала Лана Львовна, ее имя носит кафедра, на которой я работаю, и как раз-таки вот моя публикация связана с развитием в том числе идеи Нины Ивановны Химичевой, которую эту идею вообще разделяет Саратовская школа права, и, собственно, глобально эта идея заключается в том, Светлана Михайловна, что мы не говорим о комплексных отраслях права, а говорим о комплексных отраслях законодательства, и исходя из этого финансовое право с предпринимательским соотносится таким образом, финансовое право это отрасль права самостоятельное, а предпринимательское право это отрасль законодательства, но уже комплексное. Следующий слайд. Собственно говоря, исторически так сложилось, что эта проблема, которую мы обсуждаем как соотношение вообще чего-либо в праве, вот данное именно соотношение отрасли права и отрасли законодательства, ей еще нет, наверное, вот в таком чистом виде ста лет, но она уже достаточно, скажем так, сформировавшейся. И считается традиционно, что начало этого было положено в 1948 году. Вот подробно весь этот генезис проблематики как раз можно изучить, прочитать в голове монографической, то есть в той монографии, которую мы сегодня презентуем. Я там все это подробно изложила. И так вышло, что на тот период проблематика комплексных образований в праве развивалась, потом как будто эта дискуссия состоялась и в каком-то мере как бы завершилась, но она была продолжена вновь, когда начало формироваться право новых рыночных отношений и как бы эта проблематика актуализировалась. Следующий слайд. Вот я буду использовать аббревиатуру комплексное образование права КОП, ну, чтобы проще и процессуальную, так сказать, экономию здесь осуществить. И так вот в соотношении финансового и предпринимательского права происходит, что где случается стык. Собственно, почему они состыковались эти две правовые общности? Дело в том, что предпринимательское право имеет блок определенный, который необходимо отрегулировать с точки зрения финансового права, ну, вот, в частности, например, налогового обложения. И в то же время финансовое право распространяет свое влияние и на другие сферы предпринимательских отношений, которые связаны с формированием тех или иных публичных ресурсов. Например, в чистом виде финансовая экономическая деятельность, например, банковская, страховая, то есть она вообще в своей основе финансовая, а не то, чтобы, например, торговля, которая предполагает налогообложение. Здесь такой косвенный выход на публичные финансы. А есть, еще раз повторюсь, ну, это я для ребят сейчас, конечно же, говорю, такие сферы предпринимательской деятельности, которые сами по себе в своей сути являются финансовыми, ну, в частности, можно одним термином сказать финансовый рынок. Следующий слайд. И считается, в науке считается, что идея, вот та, высказанная в 1948 году, была как бы подхвачена учеными, хотя, на мой взгляд, она сильно не была подхвачена, ей было уделено достаточное внимание, но она флагманом не была. И вот, собственно, имя, которое всегда фигурирует во всех публикациях, как бы, как лица развившего эту идею, это имя Юрия Кирилловича Толстого. Это теоретик, известный в праве, но, на мой взгляд, его, вот, эта высказанная достаточно скромная мысль была очень широко интерпретирована и приспособлена для нужд тех, кто отстаивает идею в комплексных отрасли права, а не отрасли законодательства. Вот, обращая внимание на этом слайде, что Юрий Кириллович сказал лишь о научной систематике правовых норм в отношении правовых комплексов, которая нужна, еще раз повторюсь, для удобства. И вот два слайда можно пролистать. Вот, ребятам как раз тоже хочу обратить внимание, что вот в процессе, в учебном, чем удобно изучать правовые именно комплексы. Идет учебный процесс, вы на чем-то сосредоточены, предположим, на банковской деятельности, углубились в эту сферу, у вас может сложиться с кем какое-то внешнее общение, допустим, с представителями банковского сообщества, вы можете обращаться, например, к официальным сайтам, ничего к чему-то, но вы, ваш мозг, как бы, сконцентрирован в этот момент на определенной специфике какой-то деятельности. И вы вот и в налогообложение, и можете трудовое законодательство посмотреть, и там валюта, например, но самое-самое какое угодно разное, даже, например, там АК Государственная Дума контролирует деятельность, например, банковской системы. И вот в таком комплексе нам очень удобно. И вот, например, для учебного процесса это очень полезная вещь, поэтому неудивительно, когда учебные курсы могут как угодно называться с постановкой слова права, медицинское право, адвокатское право, космическое право, вот не буду все перечислять, огромное количество, но для науки и для правового регулирования вот так вот легко с этими словосочетаниями обходиться нельзя. И вот, как бы, краеугольный камень, на котором основана вот эта вот теория именно комплексных образований в праве, это идея о том, что есть комплексные отрасли законодательства, когда именно удобно в одном, например, нормативном акте, особенно систематизированном, изложить какой-то вопрос всесторонне. Но правовое регулирование мы будем вот это всесторонне осуществлять в каждом сегменте, исходя из той отраслевой принадлежности, к которой эти отношения мы относим. И, соответственно, если это блок цивилистический, например, обязательственный правоотношений, мы смотрим на гражданский кодекс. Если мы дальше выходим на блок, например, финансовых отношений, мы применяем уже положение финансового законодательства. Для примера, вот я сейчас так вышла, немножко была вынуждена отвлечься на изучение вопроса о государственных гарантиях. И вот государственные гарантии, это, ну, знаете ли, догадываетесь, что это способ, когда, так скажем, поручителем по тем или иным сделкам выступает никто, либо само государство и подписывается под этим, вот как поручитель, подписывается средствами бюджета. Вот здесь тоже возникает, в общем-то, в своей основе обязательственные правоотношения, но они регулируются и бюджетным кодексом, и гражданским кодексом. И вот этот стык, очень важный стык, его важно увидеть, заметить, понять и правильно урегулировать эти отношения. И не только урегулировать, а еще осуществить верную правоприменительную практику. Следующий слайд. Ну, вот, соответственно, о пользе как раз-таки еще раз подчеркну, что в учебном процессе очень важно, это важно частота проведения, от слова «чисто» качественно, частота проведения теоретических исследований, и, конечно же, это важно, понимание вот этих правовых комплексов при верном толковании, особенно при разрешении правовых коллизий. И, конечно же, конечный наш итог, который всем нам важен, это единообразная правоприменительная практика. Не просто единообразная, а еще и соответствующая тем мыслям, тому замыслу, который закладывает законодатель в правовые нормы. Следующий слайд. Ну, собственно говоря, он итоговый и говорит о том, еще раз подчеркивается, что финансовое право и предпринимательское соотносятся с позицией отрасли права и отрасли законодательства, то есть соотносится как содержание и форма, и, соответственно, финансовое право это самостоятельная отрасль права, а предпринимательское право это комплексное отрасль законодательства. Я отдаю себе отчет в том, что моя точка зрения не является единственно верной, даже можно сказать, это очень дискуссионная Это постановка вопроса, но я в данном случае вот стою на позиции той школы права, выходцем которой я являюсь, Саратовской школы права, это точка зрения такова, и я ее аргументирую позициями ученых, теоретиков, глубоких теоретиков, которые разворачивали дискуссии на страницах журнала государства прав в 60-е, 70-е, 80-е годы, тоже поддерживаю их позицию. Ну и, собственно говоря, вот вывод, который вы видите сейчас на экране. Спасибо за внимание. Виктор, но чтобы сейчас немножко внести такую струю, что называется, рассорить, я боюсь, что хорошо, что нас не слышат представители предпринимательского права, ну, здесь студенты, они им донесут, обязательно им расскажут, зумам расскажут. Буквально недавно именно Владимир Ершова тоже презентовала свой учебник, да, с коллективом авторов. Я думаю, что вот кафедра нашего предпринимательского права, не Саратовской школы, а Московская МГУА, она не согласится с тем, что это комплексная отрасль законодательства, да. Они говорят о том, что это самостоятельная отрасль. Да, конечно, так много, нет, не об этом говорят? Да, я так думаю, что имеет смысл пересмотреть или обратиться к презентациям именно кафедры предпринимательского права. Мне показалось, что кафедра предпринимательского права внутри себя вполне допускает спор по этому вопросу. А можно все-таки. Да, и совсем категоричное утверждение такого, прям вот чтобы сказать, что вот так или как иначе, у них присутствует такое поле для аргументов, но пока что все. Ну, то есть камнями нас бы не закидали сейчас, да? Нет, не получается вообще. Ну, как вы правильно сказали, Светлана Викторовна, это дискуссионный вопрос. Я просто почему? Я помню презентацию, когда мы презентовали саму монографию, и там был Вайпом, Егорова, Ершова, да, и вот они рассказывали о том, что такое предпринимательство права. Там у них вопросы много к корпоративному праву, я так поняла. Но, тем не менее, в общем, они себя позиционировали как сложившиеся отрасли. Лана Львовна, да, я в монографии вот тоже подчеркнуть, и чтобы ребята это услышали. В монографии как раз ссылаюсь, есть там ссылки, я изучила внимательно работу из заведующего кафедрой СПБГУ и МГЮА, посмотрела как раз вот предпринимательские кафедры, позиции эти. Ну и вообще я давно знала уже эти позиции, просто я их практически цитаты там закрепила. Вот, я как раз таки считаю, что вот в этих научных спорах рождается истина, вот, поэтому я очень позитивно смотрю на дискуссионный характер данной проблематики. Ну, Владимир Николаевич Синюков, представитель Саратовской школы, и поэтому как-то говорить вот однозначно даже о представительстве школ, как раз мы можем об этом говорить в позиции такой диверсификации, скажем так, да. И, в принципе, уже сам тот факт, что мы пытаемся говорить о представителях разных школ, о тех, кто создавали разные школы, мы при презентации книг обязательно ссылаемся на те научные школы, которые стали, скажем так, основой их на доктрины, там, я не знаю. Развитие, да, формирование уже говорит о том, что, в принципе, дискуссия идет достаточно активная, и как раз публикации позволяют глубоко вникнуть в теорию, в аргументацию друг друга, и услышать и создать некие такие вот сферы, как раз приближающие нас друг к другу, концепции научного знания, потому что, как показывает практика, без хорошей науки нет хорошей практики. Абсолютно, да. Хотя некоторые практики считают, что науку далека от практики, есть такая позиция, вот мы два дня обсуждаем как раз в рамках форума, а я тут еще, как, знаете, представитель школы медиаторов, сейчас площадка была по медиации, скажу, что не в споре рождается истина, я тоже так думала, а просто того, как стал медиатором, мне сказали, в дискуссии рождается истина, в споре все равно каждый остается присвоен и расходится, поэтому истина там не рождается, хотя, да, об этом говорили еще великие, но интерпретируя. Спасибо большое, на самом деле этот подход важен очень для студенчества, мне кажется, потому что когда мы обсуждаем, да, на занятиях, там, банковскую тематику, да, еще какую-то на стыке от разных отраслей, ну, слабо подготовленные, не буду пальцем показывать, здесь они отсутствуют, студенты, они всегда начинают рассказывать что-то из предпринимательского права, ну, понятно, перед этим была пара из предпринимательского права, рассказывают, о чем знают. И ты всегда задаешь вопрос, а в чем же отличие, например, финансово-правовое регулирование этой деятельности и там гражданско-правовое. И вот очень важно понимать, да, и ученым, и тем более практикам, которые пойдут дальше и будут уже обучать там студентов практическим вещам, ну, выпускников, чтобы вот не было такой подмены понятий, поэтому спасибо за доклад, спасибо за высказанные точки зрения, очень фундаментальный, да, и, да, есть разные позиции, хорошо, что наша кафедра все-таки предпринимательского права признает, что есть и такой вопрос. Допускает. Допускает, да, не признает, допускает, да, такое направление. Один очень-очень важный вопрос, как раз, чтобы эта мысль не ушла, дело в том, что сравнительный подход, да, мы прослушали уже несколько докладов, он нам позволяет создавать такое мышление у студента, которое дает ему основания идти дальше не только в рамках российского законодательства и российского права, но и на международный, скажем, как уровень, потому что умение аналитики, да, умение сравнительного анализа, оно формируется именно на основе анализа разных подходов доктринальных в рамках своей науки, в рамках своего обучения. А потом мы получаем очень грамотных аналитиков, не то, с точки зрения, что они знают разницу, а с той точки зрения, что они знают методику сравнения. Вот, поэтому мы только за разные подходы, только за то, чтобы студенты как можно раньше узнавали о разных методологиях работы с правом, законодательством. Вот поэтому, вот как только мы сталкиваемся с студентами, у которых были представители разных доктрин, мы сразу видим студентов, готовых мыслить аналитически, готовых признавать наличие разных подходов, готовых дискутировать, не спорить. Да, и поэтому они у нас, наши студенты готовы идти дальше именно с тем знанием, доводить его и объяснять. Им нужны разные подходы, разные методики, разная методология. Поэтому мы зовем вас рассказывать о том, что получается в результате применения разных подходов. Да, спасибо большое. Ну и, собственно, наш симпозиум, да, и наши публикации, они же были на стеке предпринимательства. Да, зарабатывайте деньги, занимайтесь предпринимательством, деятельность. Но понимаете, что есть финансово-правовые аспекты, особенно налогово-правовые аспекты, которые вас коснутся в любом случае. Выход на рынок, занятие предпринимательской деятельностью, это не означает диспозитивные отношения. Заключил договор, ну и все, и, собственно, веду эту деятельность. Это сразу включается императив. Уплата налога, страховых износов, ну и дальше. Если ты участвуешь государством в каких-то отношениях, это договоры другого порядка, где ты не можешь носить изменения, где тебе, по сути говоря, предлагается, ты должен подписать, да, контрактные системы и тому подобное. Поэтому спасибо огромное, Светлана Викторовна. И я передаю слово. Хотела сказать, приехали, ну, наконец, увиделись. Мы так часто общались в Зуме, да, ну, наконец, увиделись и лично. Представителю высшей школы экономики. Вот тоже заметьте, что у нас именно в рамках нашей финансо-правовой секции мы пригласили специалистов, забыли РУДР, извиняюсь, но в следующий раз. Да, непростительно. Вот, но мы пригласили представителей разных научных школ, да, это тоже важно, Саратов, высшая школа экономики, МГИОА. То есть, чтобы те, кто прочитал, те, кто с нами был на этом мероприятии, они услышали разные позиции, ну, и вот как раз тоже такой междисциплинарный подход увидели. Идущий научный сотрудник Института государственного муниципального управления высшей школы экономики Ольга Игоревна Лютова, кандидат физических наук, тоже с очень интересной темой, просвет с налоговой режима. Спасибо, Анна Лютовна, я приветствую всех участников нашего мероприятия, очень рада, что мы присоединились студенты, приветствую коллег и лично, в Зуме, наконец-то мы хотя бы частично выходим в офлайн, что не может не радовать, надеюсь, в будущих наших мероприятиях встретится лично с еще большим количеством уважаемых коллег. Да, действительно, Анна Лютовна сказала, что здесь присутствуют разные представители научных школ, я занимаюсь вопросами централизации налогообложения, в частности, налогоадминистрирования, и могу сказать, что мои взгляды, они не замыкаются только тем, что мы делаем с коллегами высшей школы экономики, поскольку вопросами централизации и администрирования в самом широком смысле, я увлеклась еще, будучи преподавателем Незгородского государственного университета, очень мощная школа по административному праву, сейчас они получили рамы достаточно крупные на развитие, изучение вопросов цифровизации контрольно-надзорной деятельности различных органов исполнительной власти, поэтому, да, материалы, доступ у меня был к самым различным, широким материалам. Сегодня хотел бы рассказать о такой проблеме, как развитие правового регулирования специальных налоговых режимов, как инструмента поддержки предпринимательской активности именно в контексте цифровизации. Дело в том, что связь цифровизации налогов и активизации предпринимательской деятельности – один из трендов предпринимательской политики, который проходит по стокрасной нити через ряд программных документов. Дело в том, что в Российской Федерации установлен ряд национальных целей, которые, возможно, достигнут с помощью налогообложения именно в его цифровом выражении. Речь идет о том, что, ну, я не буду прочитывать с вами стратегии, документы, да, установлены в качестве НАЦЦЕЛИ к 2024 году, который уже достаточно скоро, достижение такой цифры, как 25 миллионов самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Это амбициозная цель Российской Федерации, очень тяжелая, да, действительно. И, на самом деле, вот режим санзентики, о котором Ивановна говорила, он как раз-таки и появился именно вот после того, как еще президент, по-моему, посланник из своих ежегодных заявил о том, что нужно увеличить количество представителей малого и среднего бизнеса. И именно вот тогда, да, представители налоговых органов стали думать о том, как же это сделать, и, в частности, Егоров, да, конструировал личный участок в том, чтобы определить элементы налога на профессиональный доход. И, да, очень интересная, кстати говоря, история, связанная с тем, как определялась ставка, да, если время останется, то, как-то, как-то, как-то обсудить. Так вот, не отвлекаясь от темы, да, хочу сказать, то есть первый модный такой тренд – это социализация налогоположений, которые, естественно, влияют на предпринимательскую активность. И второй процесс, второй тренд – это сокращение иностранных инвестиций в российскую экономику. В совокупности они, конечно, обуславливают актуальность необходимости выработки масштабных мер поддержки бизнеса именно налоговыми мерами. А можно следующий слайд? Мы можем сейчас уже с вами. А, уже можем сами. Что касается налоговых мер, которые явились бы способами поддержки предпринимательской активности, прежде всего, это различные референциальные режимы. Здесь можно сказать о двух важных тенденциях. Я их сначала обозначу, потом немного подробнее о каждой из них скажу. Первая тенденция – это появление различных льготных режимов, льготных режимов, которые осуществляются за пределами налогового кодекса, либо в самом налоговом кодексе, но в качестве специальных налоговых режимов они не обозначаются. Второй тренд, второе направление, оно связано с тем, что количество именно специальных налоговых режимов меняется. Речь идет о появлении режимов для самозамплевых и о том, что с 1 января текущего года прекратила свои действия глава о едином налоге на обмененный датчик. Одновременно вот такие процессы происходят. Что касается первых процессов, то есть увеличения количества различных льготных режимов, их на самом деле множество. Даже Минфин пытался буквально пару лет назад, было письмо Минфин, он пытался их как-то перечислить, обобщить. То есть мысль о том, что они есть, помимо тех, которые указаны в соответствующей статье налогового кодекса, она на самом деле не какая-то научная. Она официальная, и ей озабочены многие представители органов государственной власти. Ну, всем, наверное, известны режимы налогового обложения. Это Осколково, консолидированные группы налогового обложения. Ну, сейчас на пике популярности это IT-маневры, да, налоговые маневры для IT-образов. Интересная, кстати, форма соглашения о защите и поощрении капиталов вложений, да, или вот, готовясь к сегодняшнему мероприятию, даже по любопытству, уже заключенные в таких соглашении, оказываются на сумму более 1 триллиона рублей. То есть это достаточно мощный инструмент, такой действительный, который, как оказалось, взлетел ужно быстро. Так вот, во-первых, о чем это свидетельствует? О том, что государство хочет вкладываться в национальную экономику и делает это вот такими нервными налоговой поддержкой. Как бы риск определенный здесь существует в том, что бизнес, на самом деле, купится, в том, что происходит. Нет понимания представителей бизнеса, а вот мы хотим заниматься какой-то бизнесом, а что нам выбрать? Это льготный режим или не льготный? В налоговом кодексе не обозначены критерии относения того или иного режима налогообложения к специальности, что на наш взгляд является счастливым недостатком. На самом деле, эти критерии, они нужны и, возможно, даже на уровне регулирования, ну, естественно, не налогового кодекса, но хотя бы какой-то методики на уровне, например, налоговых органов, в том числе для того, чтобы можно было следить. Мы вообще к этим целям движемся полномерно, национально, как мы говорим, или есть какие-то препятствия, то есть, чтобы следить за динамикой достижения этих целей и чтобы помочь бизнесу. Что касается появления новых специальных налоговых режимов, то здесь хочу обратить внимание на отсутствие взаимозаменяемости режима для самозанятых с ЕНВД, ну, и вообще, наверное, с любым другим специальным налоговым режимом. Мне тоже приходится общаться с налоговоплательщиками в институционном порядке. Могу сказать по своему опыту, что представители среднего бизнеса, мелкого бизнеса, они чувствуют себя, скажем так, брошенными, то есть, им не разъясняются эти вопросы. Нет больше специального режима, которым они пользуются, а чем они вообще могут пользоваться, куда им приходить. То есть, эта ниша, да, она достаточно глобальная, поэтому говорить о том, что за режимы появляются, их систематизировать, прорабатывать критерии, то есть, помогать бизнесу в пользовании теми инструментами, которые дает государство, безусловно, налог. Ну, и, естественно, да, часть тоже у меня материала и монография посвящена специальному налоговому режиму для самозанятых налогоплательщиков. Я, конечно, с вами уже частично сказала сегодня об этом, я только два момента опознать, да, все нужно почитать, посмотреть. У меня мысль такая, что действительно режим этот пилотный, он будет развиваться, но, опять же, по опыту работы в Школе экономики, да, нам пришлось стоять фактически не столько вот именно выработки каких-то научных положений, то есть, когда только появлялся сам налог еще, где-то с Мишустина, руководителем финансов, мы работали вот в научном проекте, который непосредственно был с самозанятым связанным. И мысли были у представителей государственных органов такие, что мы сейчас поработаем хорошо над конструкцией, да, вот этого вот режима, а потом ее возьмем за пример и будем пытаться накладывать, ну, скажем так, на другие налоговые отношения. Поэтому вот у меня мысль такая, что это должна быть какая-то очень хорошо выверенная, отработанная конструкция, недаром нам 10 лет дает. Пока я не вижу, ну, скажем так, идеальности в ней, да, вот именно в собственном представлении о том, как должны взаимодействовать налоговые органы, налогоплательщики, новые субъекты оператора световых платформ. Дело в том, что, когда все это создавалось, очень много обращали внимания на зарубежный опыт. Потому что Мишустина говорила о том, что у нас транзакционное налогообложение, платформенное взаимодействие, на самом деле этого пока нет. Транзакционное налогообложение, когда мы оплачиваем услугу, упакуете, да, через вот эту платформу, а налог сразу с нас снимается. Ну, нам до этого пока далековато, хотя бы даже с технической точки зрения. Так вот, что касается налога на профессиональный доход, то, на мой взгляд, здесь требуется совершенствование его правового регулирования по двум направлениям. Во-первых, с точки зрения объекта налогообложения. Мне кажется, правильно максимально расширять возможность для отлиния металлоспециального налогового режима и по максимуму убирать все возможные ограничения. То есть, формулировать максимально конкретно, потому что сейчас складываются очень объемные правы регулирования практики. Оплательщики спрашивают, а можно мы вот поэтому в виде деятельности применим этот режим, а можно к другому? Налоговый орган, да, там, ФНС, МИФИН дает ответы по каждому из них действовать. Наверное, так не должно. И второй момент – это, собственно, сам механизм отчисления уплаты налога на профессиональный доход. Если мы говорим о платформе взаимодействия, о развитии налогового администрирования в эту сторону, то нужно определяться с точки зрения налоговых правов, кто же такие операторы вот этих самых платформ. И придавать им специальный налоговый статус, наделяя их, ну, тут, наверное, никуда не денешься, все больше функций. Есть мысли в зарубежном цепи по литературе о том, что этими операторами могут банки, кредитные организации. Ну, и здесь, опять же, я, уважаемые, обращаюсь. Огромное поле для распространения, для деятельности. Поэтому это новый открытый вопрос, который еще вот говорить-говорить, обсуждать, писать, научные работы. На мой взгляд, они очень актуальны и очень интересны. На этом, пожалуйста, на вы. Спасибо большое за внимание. Спасибо огромное, Мария Игоревна. Я знаю, что нашим студентам не все следует еще пара, да? Поэтому, может быть, мы сейчас попрощаемся, что-то, да? Да. У вас, может быть, есть какие-то вопросы на этой сайте? Да, да, пожалуйста. Насчет самозанятых. Ну, представьтесь, пожалуйста. У меня зовут Ниндюка. У Белавы. У Белавы. Да, у Лишаровны. Вот насчет самозанятых, мне интересно. Вы говорили, что очень мало людей зарегистрировались в этом статусе, да? Нет, ну год нам сколько дает, два года, да? Ну, это как проект. Представь себе точно, да. Мне интересно, ну, я понимаю, вот, если зарегистрироваться в статусе самозанятых, там очень много, ну, год по стране, но и другие, да? Там, там, в том числе, не заняты, как понимаете, если зарегистрироваться, и так далее. Почему люди не регистрируются? Может, нужно еще что-то добавить? Или поинформировать людей? Я бы спросила, так, каких льгот? Да, у них документы, правда, да? Ну, не нужно подавать отчеты. Да, это льгота. Низкая ставка по налоговой, да, безусловно. В принципе, не надо, ну, проинформировала о своем доходе, причем можно частично информировать, частично нет. Ну, пока же никто не мониторит. Действительно ли это от предпринимательства, деятельности? Наверное, вот такие льготы. А как вы думаете, это льгот? Ну, почему не хотят регистрироваться в качестве самозанятых, не видят выгодить здесь? Да, дело в том, что, когда появился режим самозанятых, все радостно откидывались с предпринимателем. Он выгоден, прежде всего, для тех, кто не имел никакого статуса, да, то есть был просто физическим лицом, который, ну, там, где-то что-то там делал, получал за это деньги, да? Так вот, выгоден этот режим для тех, кто хочет, прежде всего, работать с организациями, получать достаточно, ну, относительно крупные заказы на свои деньги, либо с теми лицами, которые не готовы сотрудничать вообще без оформления, то есть, по-моему, в отношениях, чтобы себя обезопасить, прежде всего. Поэтому те, кто, вот, работая, можно сказать, от своей нормы, да, оказание каких-то развивки, не знаю, в ходе, например, в репетитор, да, и имеют на работную клиентскую базу, и может, этот режим не нужен, и такие люди, они достаточно жестко среагировали, скучившись к психологическому, облилению налога на профессиональный доход, сказав, что, ну, а зачем мы и так прекрасно живем, и все, мы должны отдавать, да, какие-то экономические ставки, но какую-то сумму налога государству. Те, кто хочет как-то развиваться, получать заказы, например, через те же самые платформы, вот, платформа «Помогатель», очень классная, на мой взгляд, и всегда можно найти, меня и ребенка, да, репетиторы, так же, там, не знаю, самые разные услуги, переводчики, эти люди, там, общаться на этой платформе. То есть тот, кто хочет наработать эту базу, кто хочет масштабироваться, работать с организацией, для них, ну, на мой взгляд, это очень классные варианты, в том числе, как сейчас, там, у хозяй дома, да, вообще, там, не общаясь с людьми, нельзя идти, и через, там, вот эти платформы они приложат массу вариантов, таксисты, в общем-то, любили, такси, тоже, мастовские, в том числе, да, вот эти вот моменты взаимодействия проводили встречи с таксистами, как раз, изучая вот Яндекс, как цифровые платформы, такие частные, очень позитивные отзывы, потому что можно брать заказы, да, не контактировать, особенно, ну, например, люди, которые плохо владеют русским языком, даже в Москве, то есть они сложнее контактировать, с контактием, все вот, для них, достаточно просто, то есть, говоришь, наверное, от цели, от объема, от масштаба будет вместе с самым данным, вот мы, какой-то отношения забыть. И, наверное, Слава Михайловна еще хочет добавить, мы сейчас предоставим слово, тем более, следующий... Я хочу именно ответить на вопрос, почему мало зарегистрировано. Нет такой культуры, знаете, вот, если законодатель установил, ну, я не буду говорить огульно про весь зарубежье, да, все, но есть страны, где это просто в привычке, если это установлено, неважно, большая ставка, маленькая, но, тем не менее, все стараются уплатить эту сумму налога. У нас, как правило, стараются найти лазейки. Пока законодательник не обязывает, ну, почему бы и нет, можно попробовать. Хотя, я просто еще пару слов добавлю, коллеги делились тем, что в 2020 году наибольшее количество было зарегистрировано самозамин, но это, наверное, за счет того, что это пошло уже по всей Российской Федерации, да, они выпучили регионы, там, сначала, в 19-м, да, и дальше вся Российская Федерация в этой связи. Вот. Да, Слава Михайловна, добавляйте, мы потом отпустим. Да, именно ответ на вопрос, а потом уже, просто это как раз очень сходится с темой моей презентации, доклада, по поводу почему. Вот, я считаю, что, на самом деле, достаточно хорошая динамика с точки зрения количества зарегистрированности, потому что, действительно, то есть, если мы возьмем первые полтора года, то было количество регионов ограничено, то есть, не везде по России можно было, в принципе, зарегистрироваться, и сами регионы уже просили ввести, да, то есть, распространить на них этот режим. И, по сути дела, на всю территорию Российской Федерации только с 1 июля прошлого года, то есть, меньше года мы сейчас умеем, когда еще регионы еще какое-то время вводили, да, то есть, фактически, меньше года у нас с вами период, когда на всей территории Российской Федерации могут люди стать самозанятыми. Поэтому, если мы возьмем динамику за вот этот период, то динамика прироста очень хорошая. А что касается, например, почему, может быть, ее, ну, еще бы больше, да, потому что как раз здесь вот вопрос связан с тем, что нам не… с одной стороны, о том, что сказала Анна Львовна, это по поводу, в принципе, культура, а с другой стороны, это такой метод кнута и пряника. То есть, вот нам создали хорошие условия, но у нас еще должна быть некая, у нас должно быть понимание того, что вот если мы, например, будем осуществлять деятельность без какой-либо регистрации уплаты налогов, то нас могут привлечь к какой-либо ответственности. А до последнего момента у нас, собственно говоря, эта сфера, она была, она урегулирована, но на практике получалось, что к ответственности никого не привлекали, люди занимались какими-то видами деятельности, получали доход, но у них не было понимания того, что их могут за это привлечь к ответственности. И вот если у них будет это понимание, то я думаю, что у них будет больше стимулов с точки зрения такого кнута, что лучше я пойду зарегистрируюсь самозанятым и заплачу какой-то небольшой налог, при том, что мне создали все условия ведения моей деятельности, чем у меня будет риск того, что меня могут заштрафовать, предположим, за получение дохода и неуплата с него налога. То есть пока государство привлекает людей самозанятые, пока оно их не штрафует. Ну, собственно говоря, как раз я могу и перейти к докладу. Спасибо большое. Мы сейчас просто отпустим наших студентов, потому что они, люди режимные, да, на них санкции будут распространяться практически как на новую бухгалтерскую. Вы хотите задать вопрос? Я хочу поблагодарить заставленную возможность, потому что было очень интересно послушать все доклады и послушать и увидеть, да, потому что нас сейчас инвестируют, есть какие-то соображения по поводу дальнейших научных работ и так далее. Все в учебнике, в учебнике, в которой мы будем писать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, вам удачи. А мы продолжаем, да, Светлана Михайловна. Сейчас буквально минутку. У нас инвестиционная презентация, да, так вот. Уважаемые студенты, мы все записи встречаем. Ознакомьтесь, да, подумайте, есть, о чем поработать в дальнейшем в ваших работах. Светлана Михайловна. Светлана Михайловна. Технический момент. Я тогда не ставлю презентацию, листает кто-то вы, да? Я могу листать. Мы листаем, да, все уже хорошо. Все, да, отлично. То есть, мы просто... Финансово право, принимательского права Волгоградского института управления филиалами РАНХИ, член комиссии по финансовому законодательству, и оценка инвестиционных наук. Светлана Михайловна, передаем вам слово. Спасибо большое, Лана Львовна. Но, к сожалению, студенты ушли, но я надеюсь, что они потом посмотрят эту презентацию, потому что это в том ключе, в котором были. Да, я уже так придумала речь, с кем может быть полезна эта тема для студентов с точки зрения дальнейших научных исследований. И как раз, то есть, поскольку мы уже затронули тему самозанятых, и один из аспектов, собственно говоря, на котором я останавливалась, это возможность установления законодательства, возможность привлечения к ответственности лиц, не только самозанятых, но и иные лиц, которые каким-то образом связаны с введением налога на профессиональный доход, поскольку такие нормы были установлены в налоговом законодательстве. И у нас есть несколько категорий лиц, которые... Я бы, наверное, вот так началась, с того, что как раз мы... Вот о чем я сказала, что государство ставит себе задачу увеличить количество самозанятых, то есть для него это важно, а государство ставит себе задачу вывести людей из тени. И в этом смысле, поскольку сейчас это эксперимент, государство пока проводит такой некий мониторинг, то есть оно особо не контролирует самозанятых и особо, ну и не то чтобы особо, и не привлекает их к ответственности, связанных, например, с уплатой налога на профессиональный доход. Но при этом нормы уже о возможном привлечении к ответственности в налоговом кодексе были закреплены сразу, как только был принят федеральный закон о налоге на профессиональный доход. Следующий флайд, пожалуйста. И если мы говорим о налоговом кодексе, то у нас есть непосредственно две статьи, которые появились новые, которые предполагают ответственность за совершение налоговых правонарушений самими самозанятыми в связи с неуплатой налога на профессиональный доход. А также предусмотрена ответственность в отношении лиц, которые способствуют уплате налога на профессиональный доход. Таким лицам у нас относятся две категории. Это либо банки, через которые непосредственно самозанятые могут платить налог, либо это операторы, то есть различные платформы, которые, опять же, способствуют деятельности самозанятых. Для них установлена отдельная статья. Помимо этого я бы выделила еще бы две категории лиц, которые также могут быть привлечены к ответственности в связи с деятельностью самозанятых. Либо это сами лица, которые, скажем так, неофициальные самозанятые, то есть, опять же, занимаются этой какой-либо деятельностью, связанной предпринимательской, либо деятельностью, приносящей доход, но фактически не зарегистрированы ни в каком статусе. И здесь у нас с вами не нужно устанавливать новую ответственность, потому что у нас, в принципе, предусмотрена ответственность налоговым кодексом и кодексом административных правонарушений в связи с осуществлением деятельности предпринимательской и неуплаты налогов в связи с этим. И у нас есть уже складывающаяся практика, когда есть случаи, когда лица осуществляют по факту предпринимательскую деятельность, их привлекают к ответственности, например, за неуплату налогов, потому что они не зарегистрированы в соответствующем статусе. И вторая категория – это лица, которые, организации работают самозанятыми. И сейчас Ольга Игоревна в своем докладе как раз упомянула о том, что, например, самозанятым выгодно работать с организациями. И здесь обратная бывает ситуация, когда организации, которым выгодно, например, не платить страховые взносы, они пытаются каким-то образом вместо заключения трудовых договоров с работниками заключить с ними договор как самозанятым лицом. И для таких лиц, да, то есть у нас тоже, опять же, предусмотрена ответственность, например, за неуплату страховых взносов, если такие правоотношения будут квалифицированы именно как трудовые. Пожалуйста, следующий слайд. Один из аспектов, на мой взгляд, дискуссионных, которые вот я выявила, когда я исследовала эту тему, это непосредственно размер штрафа, который установлен в статье 129.13 на УК, который применяется именно к самозанятым лицам за неуплату налога. То есть у нас есть общая статья, там, 122, например, за неуплату налога в отношении налогоплательщиков, да, и здесь идет вот как раз некая, скажем так, противоречие между тем, что установлены для налогоплательщиков целых и с тем, что установлены именно для самозанятых. Для самозанятых установлен штраф в размере 20% от суммы непредставленного расчета, не суммы налога, а именно расчета, потому что речь идет о той сумме дохода, да, с которого потом налоговый орган автоматом считает этот налог. Если в первом случае 20%, а если повторно, то 100% от суммы расчета. Ну, то есть фактически, да, можно сделать вывод, исходя из того, как это записано в налоговом кодексе, что речь идет о доходе налогоплательщика, который он фиксирует для уплаты налогов, а не самой суммы налога. Пожалуйста, следующий слайд. И если вот как раз, ну вот о чем я уже сказала, да, размер штрафа, если мы буквально будем читать эту статью, он определяется, исходя из суммы дохода, а не из суммы налога. Следующий слайд. И как раз, если мы возьмем статью 122, то там размер штрафа определяется, исходя из суммы неоплачиваемого налога. И здесь получается такой вопрос. Следующий слайд. Что вот исходя из того, что налоговый орган, скажем так, государство ставится в задачу увеличить количество самозанятых, странно, что такие условно драконовские к ним будут применяться штрафные санкции, которые установлены налоговым кодексом. И это, наверное, тот вопрос, который следует уточнить сейчас, до того момента, когда их начали, как бы говоря, штрафовать. И вот тут как раз ключевой вопрос, когда же налоговые органы начнут привлекать самозанятых к ответственности, поскольку на сегодняшний момент есть там разъяснение письма ФНС и Минфина о том, что поскольку это эксперимент налоговых органов в отношении их налоговой проверки не проводится и к ответственности их не привлекает, то есть не установлены каких-либо сроков, но при этом проводится налоговый мониторинг. И вот здесь как раз очень важный момент, который, наверное, следует ответить, исходя из того, что мы вот до этого рассуждали по поводу того, что выгоды самозанятых. То есть представьте себе, что вот сейчас самозанятый, например, даже зарегистрировался, и он говорит о том, что ну меня же не контролируют, к ответственности же не привлекают, но я могу какие-то суммы скрыть. Но при этом, если эти суммы поступили на банковскую карту, то опять же к нему могут эти вопросы задать, а что это за суммы, например, и через год, и через три года в пределах сроков проведения проверок. И получается, что вот как раз один из факторов, который необходимо разъяснять, например, гражданам, связанным с тем, что лучше зарегистрироваться самозанятым и показывать свои доходы, он как раз и заключается в том, что налоговый орган может и впоследствии спросить вас за эти деньги, которые вы получили, и привлечь вас к ответственности, если вы с них налоги не платили. То есть вот такой некий фактор, о чем мы говорим, разъяснять гражданам, скажем так, плюсы самозанятости, то есть что вы сейчас будете официально платить небольшие налоги, нежели у вас есть риск привлечения к ответственности, которые в будущем все-таки могут возникнуть. Следующий слайд. И вот если мы говорим о полисе, по поводу того, что здесь как раз и момент, связанный с тем, что с точки зрения, например, исследовательской функции, то смотрите, у нас есть уже сложившиеся правоотношения самозанятых, то есть у нас есть принятые нормы о привлечении к ответственности, но нормы пока не работают. И мы должны понимать о том, что мы можем уже понять, например, вообще, а как они будут работать, поисследовать и учить, то есть насколько они будут эффективно работать в будущем. Может быть, имеет смысл скорректировать их сейчас, как я говорю, по поводу размера штрафа до того момента, когда они будут применяться, и возникнет такая противоречивая практика. Ну и, собственно говоря, речь идет о некой разъяснительной работе, которая в отношении самозанятых может быть проведена для того, чтобы описывать все плюсы самозанятых для того, чтобы они больше регистрировались. Следующий слайд. И вот один из моментов тоже, о котором я писала в своей части «Стемнографии», заключается как раз в возможности привлечения лиц к ответственности, те, которые работают с самозанятыми. То есть я затронула момент, связываясь с тем, что некоторые организации видят в этом преимущества и перспективы того, чтобы не платить, например, страховые взносы, ну и не исполнять функции работодателя. То есть им так проще. И вот этот аспект как раз налоговые органы уже достаточно четко отслеживают, потому что есть статистика, что, например, сколько за 2020 год организации воспользовались услугами самозанятых, отслеживают, да, кто как раз находится в группе риска с точки зрения того, что они пытаются заменить трудовые отношения с самозанятыми. И вот даже, да, 73 конкретно, то есть там есть те, которые, да, то есть снимают какие-то вопросы, 73 организации имеют признаки перевода сотрудников самозанятых через активированные компании, да. То есть все-таки вот именно этот вопрос достаточно жестко контролируется со стороны налоговых органов, и здесь какие-то нарушения пресекаются. Следующий флайд. Ну и если мы подводим итоги по поводу того, что, как мы уже сказали, что категория самозанятых лиц, то есть она имеет перспективу и с точки зрения как раз количества людей, которые будут зарегистрированы в таком статусе, то есть мы услышали цифры, да, что это будет достаточно много людей, и с точки зрения, например, как научной категории, то есть мы можем исследовать здесь очень разные, много аспектов, и это и налоговый аспект, и аспекты с точки зрения, например, занимаются самозанятыми предпринимательской деятельностью, или это не предпринимательская деятельность, и вот аспектов этих возникает, поскольку, опять же, да, то есть законодательство было принято, а многие вопросы были не урегулированы, они каждый день возникают. Например, буквально на днях мне знакомая такой пример приводила, когда она оказывает, то есть она психолог, консультирует онлайн, и ей поступают переводы через PayPal и другие какие-то оплаты в банк, но с зарубежных счетов, и вот когда таких зарубежных счетов поступает оплата, банк их не сам не идентифицирует, как это деньги, которые поступают на цифровой счет самозанятого, и получается, что она должна это все делать вручную и показывать это именно как доход, как самозанятый, а если это с расчистского счета, то это делается автоматически, то есть вот такие, ну и тогда получается, что у нее риск того, что она не укажет какой-то доход, и ее могут привлечь к ответственности, то есть и с точки зрения перспектив, здесь достаточно много как раз вопросов, которые можно как раз, на которые обратить внимание, да, и с точки зрения исследования для студентов, и с точки зрения практической реализации, когда граждане будут становиться самозанятыми. Спасибо большое. Спасибо, Светлана Михайловна. У нас тут мы чуть-чуть, мы не просто так разговариваем, мы с темой вашей работы, то есть еще нет, по сути говоря, результата, но уже есть ответственность, да? У меня вопрос возник, а какие критерии за основу брались, если очень коротко? Ну вот, вот слайд, о котором мы говорили, да, уже есть понимание. Критерии по ответственности? Да, да. Ну вот я говорю, то есть оно на самом деле очень близко со 22-й статьей, потому что, например, и там 20%, и тут 20% штраф за неуплату налога. Мы почему-то в 22-й статье, например, речь идет о неуплате налога, а в статье про самозанятых речь идет о неуплате, ну, то есть о расчет, когда не показывал. А расчет, по сути дела, то есть что показывает самозанятый? Самозанятый показывает сумму дохода, он же сам не рассчитывает сумму налога. Сумму налога за него рассчитывает, ему присылают, да, сколько он должен платить. И вот получается, что, ну, то есть у меня на самом деле нет до конца информации, то есть вот какие критерии были положены в основу. Мне кажется, надо было ввести какую-то норму, они ее ввели. Ну, то есть у официальных источников, да, или на сайте ФНС нет такого, да? Нет, нет никакой информации, да, почему они именно такие критерии взяли, нет, никакой информации нет. Спасибо большое. И у нас еще два доклада, но озвучивать их будет один человек, потому что ему делегировали эти полномочия, да, Анна Владимировна Савина. Сейчас она выступит по своему докладу, это доцент кафедры гражданского права Института права национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Державина, тоже член коммерции по фин законодательству, кандидат юридических наук. Всем добрый день, постараюсь кратко, потому что уже подходит к завершению, доклад последний. Тема моего исследования, написанного в этой монографии, называется «Финансово-правовые риски субсидирования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации». Можно следующее сказать. Цитата, которая сформирована и выведена на слайд, это некоторый вывод исследования, которое подробно проводилось, и правоотношения, связанные с субсидированием предпринимательства подробно изучались, и весь анализ, он заложен в статье, а как вывод этого анализа следует данная цитата. «Проблема, сугубляющая роль финансово-правовых рисков для государства при субсидировании субъектов предпринимательства, это недостаточная сформированность Института ответственности для получения субсидий в данной сфере и большой диапазон возможностей для нецелевого использования предоставленных средств, как раз-таки для субъектов предпринимательства». Следующий слайд можно? Актуальность публикации, она состоит из многих аспектов, потому что сам формат вопроса субсидирования предпринимательства, он больше, пожалуй, назову его гибридным, поскольку много факторов сочетается. Во-первых, факторы риска, во-вторых, факторы субсидирования, то есть это блок бюджетных прав отношений, факторы ответственности, которые вмещают в себя и налоговую ответственность, и уголовную ответственность, и ряд других видов ответственности, которые также подлежат изучению и изучаются в монографии, в части монографического исследования мною. И к таким вот одним из вопросов, заявленных в актуальности, публикации на слайде, относится терминологический аппарат, который исследуется, разбираются критерии предоставления субсидий субъектам предпринимательства, исследуются нормативно-правовые акты и ряд документов органов власти, в которых содержатся вопросы минимизации рисков. Также анализируются формы ответственности за использование или незаконное использование средств, предоставленных в форме субсидий, а также несоразмерность финансово-правовых рисков для субъектов предпринимательства. Следующий вопрос. Проблемными аспектами, которые заявлены в работе, главные назову, это отсутствие критерий ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления субсидий и получения субсидий уже субъектами предпринимательства. Это проблема важная, поскольку, на мой исследовательский взгляд, государство завышает порог требований к субъектам малого предпринимательства при осуществлении субсидирований. Ну и как-то, может быть, это громко прозвучит, но лоббируются интересы крупного бизнеса, у которых больше шансов получить данные субсидии. Проблема важна для публичного права в целом, ну и для финансового права в частности. Также важен вопрос принятия рисковых решений как со стороны государства при предоставлении субсидий, бизнесу, так и бизнесу при получении данных субсидий, поскольку потом следует отчитываться за данные субсидии и оформлять надлежащим образом документацию, а порог требований, как я уже говорю, завышен. Можно следующий сказать. В качестве аргументации я привожу примеры того, что вопрос актуален. Это и в докладе Департамента правового регулирования бюджетных отношений заявляется вопрос минимизации рисков. И доклад подробный, я делаю на него ссылку, не буду застрять внимание. Следующий, можно сказать? В качестве аргументации актуальности данной проблематики для современности предоставляю постановление правительства, в котором обсуждаются вопросы и правила предоставления субсидий организациям с федерального бюджета и в котором как раз-таки заложены критерии конкурсного отбора. Вот при анализе даже данного документа у меня возникло желание, которое я заложила в работе, сделать выводы о завышенном в этом пороге критерии. Третьим причем таким аргументационным является риск неполучения финансово-правовых, финансово-правовой риск неполучения субсидий для начинающих субъектов предпринимательства и малого бизнеса. Я уже об этом говорила, также не заостряю внимание. Следующий слайд. Вопрос. Он несколько риторический характер или даже проблемный вопрос, вы можете назвать. Уместен ли принцип равенства применительно к получателям субсидий с федерального бюджета? Как государственная поддержка среднего предпринимательства в России? Я не совсем вижу слайд. Да, ну его видят, главное все на экране. Вопрос действительно дискуссионный, потому что здесь важно учесть ряд факторов и соблюсти конституционные принципы, которые должны учитывать интересы представителей развитого бизнеса и учесть фактор действительно риска, почему государство должно рисковать, когда предоставляет большие объемы денежных средств и предоставить непроверенным субъектам предпринимательства. Это тоже сложный вопрос. И, пожалуй, и на сторону государства тоже важно вставать к данным аспектам, поскольку это вопрос денег как раз таким. Следующий слайд. Говоря о пользе статьи и материала, которые изучаются в ней, то можно сказать, что студентам статья может быть полезна для расширения как научного кругозора, так и практико-ориентированного кругозора, потому что здесь и вопросы риска, здесь вопрос теории права в целом. Даже какие-то философские подходы и при написании, например, научных работ для студентов, как вытекающие из этого слайда, следующий слайд польза для ученых, тоже это дискуссионный вопрос финансово-правового риска, реализация принципа равенства в бюджетных правоотношениях и финансовых правоотношениях в целом. И для практиков это, конечно же, вопрос субсидий, вопрос получения субсидий, вопрос каких-то возможных проблем, с которыми может столкнуться бизнес, особенно, например, корпоративный юрист, которым бывает руководство дает задание промониторить виды финансовой поддержки для развития своего бизнеса, конечно, для практик это тоже важный вопрос для изучения, поэтому предполагаю пользу данной статьи. И в качестве вывода хотелось бы отметить, во-первых, выводом я вывела цитату, которую также можно подвести итог, то, что завышенный порог требований к участникам, к участию в конкурсных отборах по субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства, с одной стороны, способствует защищенности бюджетных средств, а с другой стороны, ставит в неравные условия, в неравное положение как раз-таки тех самых участников предпринимательства, претендующих на получение данного вида государственной бюджетной поддержки. У меня все по моему исследованию. И переходя к вопросу, к проблеме, которую затронула Покачалова Анна Сергеевна. Вы представите, Антон? Да, Анна Сергеевна Покачалова, доцентка финансово-банского таможенного права имени Иваны Химичевой, да, Саратовская государственная академия, кандидат этнических наук, доцент по званию. К сожалению, не могла сегодня присутствовать, но попросила нас презентовать ее материал, потому что эта тема, она занимается уже так плотно, да, не первый раз слышит эту проблематику. И вот мы попросили Анну Владимировну взять на себя это миссию. Спасибо. Спасибо. Всегда волнительно говорить за другого человека, поэтому, особенно за ученого, дабы не переформулировать мысли и как-то не выразить свое видение чужой мысли, и может быть даже, чтобы не возникло никаких потом спорных вопросов. Поэтому возьму, займу позицию, наверное, стороннего наблюдателя, стороннего читателя данной статьи, как вот мне откликнулась статья, о чем она. Название статьи «Проблемные вопросы реализации финансового контроля в сфере деятельности страховых организаций». В качестве цитаты Ана Сергеевна озвучила такую фразу, что необходимо соблюдать баланс интересов страховых организаций и потребителей страховых услуг при осуществлении финансового контроля на страховом рынке. Изучая исследования, я заметила, что большое внимание в нем автор уделяет теме финансового контроля в целом. Аргументируя актуальность публикации, Ана Сергеевна пишет, что развитие страхового рынка за последние десятилетия привело к повышению внимания со стороны государства в деятельности страховых организаций. И отмечает, что увеличение контрольно-надзорных органов, в числе которых Банк России, Актуарий, специализированные депозитарии, саморегулированные организации, привело к чрезмерной нагрузке на субъектов страхового дела. Далее автор приводит статистику в форме диаграмм. И сейчас будет отражено в слайде. В качестве проблемы публикации отмечено, что существующие проблемы осуществления финансового контроля в отношении участников страхового рынка в большей степени связаны с комплексностью правового регулирования данной сферы и необходимостью соблюдения как прав страховых организаций, так и прав потребителей страховых услуг. Действительно, помнится в одном из докладов, недавно Анна Сергеевна выступала, слышалась такая фраза, может быть, мной она была воспринята, что зарегулировали уже настолько, что защищая потребителей страховых услуг, как-то начали ущемлять интересы страховых организаций, что на вообще сферу страхования, как на бизнес, это наложил в некоторую тень и создало ряд проблем, с которыми они столкнулись. Кстати, вот статистики сейчас мы это увидим. Аргументация. То, что Банк России, не запрещая отдельные виды страхования, стремится сделать безнапасными для потребителей страховых услуг. И, как автор указывает, что Банк России готовит акт, которым отразит минимальные условия осуществления страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни, что позволит исключить недобросовестные практики по введению потребителей в заблуждение относительно отдельных характеристик таких продуктов. Ну, как видится, Банк России стремится к некоторой, наверное, сбалансированности и поддержке потребителей страховых услуг. Еще в качестве аргументации автор отмечает, что Всероссийский Союз страховщиков отмечает необходимость снижения регуляторной нагрузки на страховые организации. В этих целях необходимо законодательное разделение всех страховых организаций на две группы в зависимости от размера их капитала, что позволит Банку России вести деятельность, что позволит Банку России деятельность одной группы регулировать согласно принципам, то есть более жесткие требования, а деятельность других нет, как предполагается оставить без регулирования. И как я говорила, приведена статистика деятельности страхового рынка, в которой можно заметить некоторое снижение некоторых показателей, в частности уменьшение субъектов страхового дела, уменьшение страховых организаций, общества взаимного страхования, страховых брокеров. То есть статистика убывающая, пожалуй, так ее назову, единственная вот по обществам взаимного страхования она плавающий характер носит, а вот в других вопросах, к сожалению, убывает. И далее автор приводит статистику по распределению жалоб по секторам финансового рынка и можно здесь отметить, что если сравнивать январь-сентябрь 2019 года с январем-сентябрем 2020 года, то, конечно же, увеличилось количество жалоб поступающих от кредитных организаций, а от субъектов страхового дела количество жалоб, наоборот, снизилось. Аналогичная статистика также приведена по уже, так, ОСАГО, по ОСАГО. Здесь подробнее хотелось бы, конечно, ремарки самого автора, не возьму на себя смелость комментировать данный слайд. Два вопроса, ключевых, проблемных, заявляет Анна Сергеевна. Первый вопрос. Нужно ли регламентировать деятельность страховых организаций досконально в целях защиты потребителей страховых услуг? Вопрос дискуссионный и действительно носит спорный характер. И второй вопрос. Будут ли при этом соблюдены интересы страховых организаций и не приведет ли это к ограничению принципов рыночной экономики? Вот такие вопросы заявлены автором. О пользе статьи для студентов, ученых и практиков автор пишет, что в работе последовательно характеризуются субъекты, осуществляющие финансовый контроль на страховом рынке и выделяются теоретические и практические проблемы. Это, безусловно, представляет собой уже, на мой взгляд, думаю, все согласятся, пользуясь так и для ученых, и для студентов, и для практиков, потому что, когда теоретики подробно раскрывают такие нюансы и вопросы, конечно же, это огромный вклад и польза для правоприменителей и для других ученых. И в качестве вывода, прорезюмирую, хотя Луанна Сергеевна, которая пишет, что в целях защиты интересов потребителей финансовых услуг следует размещать информацию о результатах контрольных мероприятий на сайте Банка России, чтобы граждане могли знать, какие страховые организации недобросовестно выполняют свои обязанности в отношении добросовестных участников страхового рынка. Если можно, я просто тоже прокомментирую, Анна Сергеевна, нет, но, безусловно, внимательно вчитывалась, так как у меня был единственный полный экземпляр монографии, поскольку многие участники просто отсутствовали, да, и за пределами Москвы находились, поэтому я читала статьи полностью, ну и так отформировала нашу часть. И те вопросы, которые Анна Сергеевна ставит в своей публикации, да, нужно ли зарегулировать или нет, и вот выводы, к которым она приходит, о том, что нужно все-таки информировать нас на официальном сайте Банка России о том, какое количество контрольно-надзорных мероприятий проведено и каковы ее результаты, чтобы мы подробно видели, кому доверять, кому нет. И по той статистике, которую мы наблюдали, мы увидели, что там даже не чуть-чуть, а в разы так хорошо количество этих компаний уменьшилось, да, но это связано с тем, что, мне кажется, это и в банковской сфере сейчас очень идет так, вот, за полицензию, да, и все с этим связано. Мне представляется как раз-таки эта проблематика, она актуальна, и тематика, которую выбрала Анна Сергеевна, она как раз-таки на стыке разных отраслевых принадлежностей, да, когда мы говорим о страховании, мы обязательно вспоминаем нормы гражданского предпринимательского права и тут же не забываем о финансово-правовой составляющей. Мало того, что и в симпозиум это попало, ну и сама проблематика изначально для финансово-правовой науки, она такая дисциплинарная, междисциплинарная характерность. Ну, всем, кто заинтересовался этой темой, скажу так, она на самом деле сложная, она иногда даже неподъемная, да, и не все берутся по этому вопросу писать, но новизна и актуальность, она очевидна, хотя бы то количество компаний, которые существовало и то, что есть там спустя несколько лет, да, проанализировать, с чем это связано, почему так происходит, почему отток на рынке, или, может быть, слишком зарегулирован этот процесс, или необходимо еще как-то регулировать для того, чтобы в том числе обезопасить нас, как, да, пользователей этих услуг. Коллеги, у нас на самом деле на этом, в принципе, все по монографии, если есть вопросы, я в чате их не вижу, может быть, путем поднятия руки, ну, может быть, те, кто прослушает нашу запись, они лично обратятся, вы видите все контакты, презентации, можно написать, всегда найти нас, мы бы очень, быть заинтересованы в том, чтобы нас, конечно, и читали, и проводить какие-то совместные коллаборации, что-то писать, что-то исследовать, проводить мероприятия, обсуждать те темы, которые нам интересны на сегодняшний день. Ну, и в продолжении могу сказать, что в сентябре будет еще одно мероприятие, которое готовит Мария Александровна Егорова, уже оно анонсировано, я пока участникам симпозиума не говорила, пользуясь случаем, предлагаю РУДР и всем остальным, да, в двойном размере, две статьи, вот так бы, да, приглашаю к участию, потому что так получилось, что Мария Александровна предложила мне тоже возглавить там аж даже две секции, вот, и, конечно, нужны те, кто подключится к обсуждению, чтобы мы смодерировали этот, ну, круглый стол, мероприятие, да, секции наши, чтобы поговорить, обсудить. И в самом заключении хочу поблагодарить коллег, которые участвовали в Зуме, присоединились, хочу поблагодарить Анну Владимировну за то, что она взяла на себя очень ценный труд подготовить презентацию, свести мысли чужих людей, ну, мы не чужие друг к другу на самом деле, но тем не менее, как было правильно сказать, передать эти мысли в правильном ключе. И Наталье Михайловну я благодарю отдельно за то, что, во-первых, отзывается на наши все неуемные, да, призывы о том, что давайте проведем еще какое-то мероприятие, вот, спасибо за площадку, которую мы предоставили, такую красивую, да, яркую, с книжками, и все, кто присутствовал, но не высказался по теме наших монографий, будут читать и писать нам теперь отзывы. Да, примерно так. Благодарю вас за внимание, коллеги. Если вопросов больше нет, если кто-то хочет высказаться в Зуме, пожалуйста. Лана Львовна, просто поблагодарить за то, что вы организовали такое замечательное мероприятие. Сначала позвали нас поучаствовать в монографии и выступить на симпозиуме, а теперь дали возможность нам представить нашу работу уже на суд зрителей. Спасибо. Это все в записи. Я думаю, запись с нами с удовольствием поделится, поэтому можно популяризировать и МГЮА, как нашу площадку, где проводятся, кстати, такие мероприятия. Может быть, не везде они проводятся, да, не во всех вузах. В своих уже вузах нас с нами знакомят, с МГЮА, с этой площадкой прекрасной, с Натальей Михайловной, которая может, я думаю, такие совместные проекты тоже организовывать. Ну и еще раз всем хорошего дня, выходных. А, есть вопрос? Пожалуйста. А я хотела сначала спросить, что не забылить Солнце, была откуда, где ты это? Вот, к сожалению, этот вопрос, ну, она покачала вам и сомневая. Нет, это положение о банке, сейчас я вам скажу. Это, так, вот у нас тут 1006-я ссылка. Это сокращенное название «Директив Европейского парламента и Совета Европейского Союза об организации осуществления технических страховых и перестаковочных организаций». То есть вы заинтересовались этой темой? Нет, не прости. Нет, стало интересно. Ну, уже интерес, это уже желание что-то... Лана Львовна, я боюсь отключиться сейчас уже запись, и я хотела процитировать, вернее, не процитировать, обратиться к словам Натальи Михайловны, когда она говорила о том, что подобные площадки – это опыт понимания об общении современных способов подачи информации. И вот мне очень эта идея показалась интересной. И вот, да, спасибо вашей площадке за то, что вы это применяете и несете в массы. Спасибо. Ну, следующая на Саратовской земле, да, должна быть площадка. Мы передаем эту палочку. 5 июня, да. Да, спасибо большое всем, и мы тогда прощаемся, да, и желаем вообще... Можно еще одно слово? Я даже, Ваня, у Львовни уже сказала, оказывается, у науки финансового права удивительно красивое женское лицо. Я не стала это сама в эфир, да, воспроизводить, думаю, ну, мало ли, может быть, это по секрету, думала, вам потом написать. Это такая информация. Да, удивительно красивое женское лицо. Вот представляете, это такой комплимент на самом деле. Мы передадим всем представителям нашей науки. Мы вас всегда ждем, приходите к нам с публикациями. Мы считаем, что очень важно рассказывать о том, как много труда лежит за каждой корочкой книги, которую мы попытались в нашей книге выставить таким образом, чтобы было понятно, насколько много труда вот этими корочками, и как важно общаться, и видеть эти прекрасные лица, и идти за ними в науку, в практику. Мне захотелось стать самозанятым. У нас в ближайшее время будут презентации и посвященные Вениамину Грибанову, и посвященные, к сожалению, проблеме детства. И, как ни странно, а может быть и нет, всегда публикации оказываются к месту. Иногда не совсем приятные поводы, но тем не менее мы уже не раз столкнулись с тем, что как только появляется публикация, как в данном случае проблемы назрели, их нужно решать, появляется следующая публикация, и опять появляется много поводов для того, чтобы обсуждать, говорить, встречаться, предлагать решения. Самое главное – дискутировать и не спорить, находить точки соприкосновения, примерять между собой, может быть, до этого непримиримо, и договариваться о общем и согласовывать частное. Поэтому мы всегда вас ждем, мы всегда готовы поставить любую площадку. Приходите с публикациями, приходите со статьями, с коллегами, с невероятно красивыми научными книгами. Мы вас всегда ждем и, разумеется, мы все публикуем и на сайте университета, и на страничной библиотеке, и в соцсетях. Я надеюсь, мы можем воспользоваться презентацией. Спасибо огромное. Презентации, конечно, с удовольствием. Спасибо, всего хорошего. Всем до свидания, коллеги и участники. Всего хорошего. До свидания. Все, можно, да, говорить? Можно.